Глава Дагестана Сергей Меликов провел совещание по вопросам, выявленным ЦУР. Основной темой повестки дня стало повышение цен на рынках. В связи с экономической обстановкой некоторые продавцы стали необоснованно завышать цены на продукты питания. Также в ходе встречи разобрали тему отлова бродячих животных. Все детали у Владимира Урозакаева. Около трех тысяч обращений граждан поступило в республиканский ЦУР за месяц. Большая часть жалоб – это повышение цен на рынках. Но по-прежнему остаются актуальными проблемы энергоснабжения в отдельных районах и содержания бродячих животных. Вам же деньги на отлов и чипование бездомных животных выделены комитетом по ветеринарии. А это же бездомная, не чипованная собака напала на ребенка. На это же вам выделены деньги. Я не хочу здесь отстаивать комитет по ветеринарии, но комитет по ветеринарии деньги выделил так, чтобы именно убрать риски нападения бездомных животных на людей. Так вот эта-то история почему не реализована в Мавчкаре. На фоне нестабильности рубля магазины Дагестана начали поднимать цены на 30%. Об этом сообщает руководитель республиканского ЦУРа. Также заметно повысились цены на стоматологические услуги и медикаменты. Фиксируется огромное количество сообщений о подорожании овощей, фруктов, крупных, детских товаров. Особенно пользователи задаются вопросом, почему продавцы поднимают цены и на ранее завезенный товар. Люди также жалуются на подорожание бутилированной воды местного производства. В магазинах Дербента фиксируется повышение цен на чай. Также в социальных сетях пишут об ограничении на покупку определенных товаров в одни руки в супермаркетах региона. СМИ публикуют информацию о подорожании возможной дефицции детских товаров. Сергей Меликов сообщил, что сейчас ведется работа с оптовиками, которые существенно завысили цены. Также Муфтеатр региона проводит разъяснение среди продавцов, которые торгуют в розницу. То же самое по мясу. Мы не можем сегодня говорить, что они расти не будут. Но смотреть так, вот этот гражданин пишет, что они там в арифметических прогрессиях растут, этого тоже нельзя допускать. И нужно уметь признавать нам с вами. И спорить с населением здесь нельзя. Люди говорят, что цены растут, а мы говорим, что они не растут. Должно быть информирование населения. Человек идет на базар и видит, что мясо стало там на 20 рублей дороже. Надо признать, да, но стало на 20 рублей дороже, и мы должны быть к этому готовы. Но реактивного роста цен мы не должны допускать. Также в ЦУР поступили обращения жителей села Комсомольское Кизилюртовского района. Рядом с их селом десятки карьеров по добыче щебня. Его вывозят каждый день с помощью грузовиков, от которых по всему селу стоит пыль и песок. Проблема эта длится уже несколько лет. Поэтому жалоба абсолютно обоснованная. Но для того, чтобы сегодня привести все это в порядок, недостаточно только лишь закрыть карьер в Кизилюртовском районе. Этого недостаточно. Нужно, если мы приостановим вот эту историю, да, значит мы приостановим строительство где-то детского сада. Потому что у этого карьера существует договоренность с той организацией, которая занимается строительством. И я думаю, что мы, наверное, под эгидой Совбеза организуем работу по приведению в нормативное состояние всех вот этих организаций. Сергей Меликов отметил, что все обращения граждан в ЦУР будут рассмотрены и разобраны по существу. Вадим Рызыкаев, Руслан Салихов, Юсуп Газиамаров. Время новостей. Время новостей.